Добрый день! Моя фамилия Кулябов Дмитрий Сергеевич. Я работаю профессором кафедры проходной информатики и теории вероятностей факультета физико-математических и естественных наук Российского университета Дружбы Народов. Сегодня я вам хотел бы представить направление подготовки кадров высшей квалификации 020601 Компьютерные и информационные науки. Эта информация вам будет нужна при поступлении в аспирантуру по данному направлению в 2020 году. Специфика 2020 года заключается в том, что снижены очень сильно взаимодействия людей прямое и поэтому прием будет осуществляться с помощью тестовых заданий. Директором направления является Константин Евгеньевич Самойлов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры прикладной информатики и теории вероятностей. Выпускающими кафедрами на данном направлении являются две работающих совместно кафедры. Это кафедра прикладной информатики и теории вероятностей и кафедра информационных технологий. Данное направление поддерживает только очную форму обучения. Длительность обучения на данном направлении 3 года. Язык обучения русский. По программе это направление является направлением по вычислительной математике. Любое направление, любая программа, создаваемая в вузах, особенно в вузах высшей категории, является по умолчанию уникальной, инновационной и авторской. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что в данных вузах работают ведущие ученые, которые имеют возможность сами создавать новые программы, давать студентам свои научные исследования, вести их в авангарде научной жизни. Естественно, поскольку у нас основа направления является вычислительная математика, то и исследовательская деятельность подразумевает использование мощного вычислительного оборудования, которому имеют доступ наши кафедры и наш факультет. и, естественно, руководится вся эта работа докторами и кандидатами наук, а также руководителями научных лабораторий, которые непосредственно выполняют научную работу, которые привлекают и аспирантов, учащихся по этому направлению. Естественно, выделяются общие дисциплины, изучаемые на данном направлении и дисциплина по выбору. Ну, если вы посмотрите на общие дисциплины, то вы увидите следующее. Первое. Это направление вычислительная математика. Соответственно, одна из основных дисциплин – это вычислительная математика. Поскольку в результате прохождения выходят кафедры высшей квалификации, высшей педагогической, высшей научной квалификации, то обучающиеся должны пройти педагогическую и научно-исследовательскую практику для того, чтобы иметь право преподавать и заниматься научными исследованиями. Ну, и, естественно, стандартные дисциплины – это иностранный язык, история и философия науки и методология научных исследований. Ну, и для того, чтобы лучше очертить область специализации аспиранта, даются дисциплины по выбору. Это два больших направления. Разностные методы. Это численные методы для решения, для обсчета непрерывных математических моделей. И более общие – современные методы вычислительной математики, которые, кроме ориентации на непрерывные математические модели, дают возможность работать и с дискретными моделями, и с гибридными моделями, и так далее. Кем же человек становится после окончания данного направления? Это видно из его квалификации. Кто вы по квалификации? Вы – исследователь и преподаватель-исследователь. То есть вы можете преподавать, ну, естественно, научно преподавать, то есть вести занятия в ВУЗе. И вы можете работать исследователем в рамках академической, отраслевой науки, ну, и в рамках индустрии. Соответственно, ваша специализация – это численные методы, математическое моделирование, связанными с ними весь набор дисциплин девопса, то есть это операционные системы, базы данных, современные сетевые технологии, создание и введение программного обеспечения. Ну, а преподавательская деятельность связана, опять же, с фундаментальной прикладной математикой, компьютерными науками, это информатика, информационно-коммуникационные технологии, и так далее. Кафедры, на основе которых работает это направление, имеют доступ к современным научно-учебным лабораториям. Лаборатория управления инфокоммуникациями, которая является лабораторией кафедры прикладной информатики и теории вероятностей, лаборатория опережающих исследований сетей пятого поколения и интернета вещей, которая работает на базе Института прикладной математики и телекоммуникации РУДН. Естественно, для ученого нужны связи, в том числе и международные связи, ну, наверное, в современном мире как раз международные связи – это одно из важнейших важнейшего социального капитала ученого. Что входит в этот социальный капитал? У нас есть связи с большим количеством зарубежных университетов. Это итальянские университеты, университет Калабрии, университет Пизы, это технологический университет города Борно, это Чехия. Итак, давайте более подробно остановимся на междисциплинарном приемном испытании. В этом году в качестве междисциплинарного приемного испытания вам предлагается тест. Общая оценка теста – 100 баллов. Время теста – 80 минут. Количество вопросов в тесте – 20. Таким образом получается, что у нас каждый вопрос оценивается до 5 баллов, и на каждый вопрос выделяется 4 минуты. Вполне нормальное время для прохождения любого теста. Вопросы в тесте ограничены следующими. Вопросы с множественным выбором, с одиночным выбором, с вычисляемым ответом. Давайте мы конкретно посмотрим типы вопросов, какие вам будут представлены в тесте, чтобы вы имели понятие о том, как проходить этот тест. Вопросы будут связаны со следующей тематикой. Вычислительная математика, вычислительный эксперимент. Естественно, вычислительная математика у нас базируется на линейных уравнениях, матрицах, обыкновенных дифференциальных уравнениях. Уравнения в частных производных мы тут не предлагаем. Плюс к этому, из-за специфики наших кафедр, очень большое внимание уделяется направлением теории вероятности и математической статистики. Соответственно, нам необходимо будет ответить на вопросы по теории вероятности и большое количество вопросов по математической статистике. Но они достаточно просты. Вам нужно будет ответить на основные, знать основные понятия математической статистики, ну и умение считать моменты, ковариации, соответственно, мат ожидания дисперсии, что тоже является моментами и так далее. Ну, давайте конкретно тесты посмотрим. Вот такой вот простой тест. Тест с вычисляемым ответом. Тут нам нужно просто перемножить и сложить матрицы, учитывая скобки. Вот видите, у нас матрицы умножаются на число, потом складываются, и потом происходит домножение на вектор строка и вектор столбец. В результате вы получаете какое-то число, вставляете, вот вам результат. Тут нужно понимать, что считать, спектральную норму матрицы, и есть несколько ответов. как вы видите, ответы приближенные, нужно выбрать один из ответов и в результате ответить на тест. Здесь опять тест вычислительный. Вначале мы решаем систему линейных уравнений, получаем вектор решений x1, x2, x3, подставляем этот вектор решений в выражение первое и получаем опять же численный ответ, который записывается в поле ответа. Здесь нужно по критериям получить количество решений системы линейных алгебрических уравнений и выбрать опять же один ответ. Когда мы выбираем один ответ, у нас поле выбора в виде кругляшка. Здесь опять у нас нужно написать ответ, вычислить, вычислить предел и написать в поле ответ. Выбор. Нужно выбрать один ответ. Что тут нужно сделать? у нас есть интеграл. Нужно посчитать примерное значение интеграла и как вы видите фактически мы смотрим целая часть приближенного значения интеграла и выбираем ответ, чтобы записать фактически выбирать целая часть этого приближенного значения. Тип экстремма нужно написать. Опять же тут проверяется не только умение считать, но и понимание вопроса. Посчитать точки экстремма квадратичная функция двух переменных считаем экстремум. ответа на выбор одного ответа задания тут фактически небольшое геометрическое построение опять же необязательно тут алгебрически можно решать просто геометрически данная задача решается но фактически мгновенно выбираете один ответ получаете результат. Тут у нас задачи каши тут два вопроса пример двух вопросов тут у нас просто решить задачу каши и написать ответ а в следующем типе вопроса дается перечисление ответов и вы должны выбрать один опять как вы видите хитрое описание но фактически вы получаете решение задачи каши и получаете целую часть этого решения то же самое задания очень простые здесь мы работаем стерео вероятности математической статистикой задана дискретная случайная величина и нужно найти неизвестные вероятности которые p1 p2 p3 даны вам в описание этой случайной величины соответственно у нас идет несколько ответов нужно выбрать один из этих ответов тут у нас опять же непрерывно случайная величина с некоторой функции распределения как мы видим функции распределения кусочная нам необходимо вычислить дисперсию этой случайной величины соответственно ответ округлить до пяти знаков после запятой ну вот эти вот вопросы по мат статистике не только проверяют как вы умеете решать но и понимаете ли вы вообще вопрос то есть что означает вот эти буквы большое d большое функция ков если вы это знаете то вы очень просто решите данную задачу ну тут то же самое тут даже не расписывается что означает d x нужно понимать что означает каждая буква и если вы понимаете а на это и направлен тест на то чтобы узнать ваше понимание вы выберите правильный ответ в данном случае он сдается список ответов нужно выбрать один правильный ответ опять же на знание определений вопрос тут у нас функциональный анализ мы вычисляем скалярное произведение и получаем определенный ответ опять же выбрать один из вариантов ответа как видите вопросы крайне просты естественно вот те вопросы которые мы вам показали совсем не обязательно попадутся вам при экзамене в тесте достаточно большая выборка по всем вопросам связанным с поступлением можно обращаться в центральную приемную комиссию российского университета дружбы народов все параметры все данные этой комиссии указаны на данном слайде желаю вам успешного поступления в наш университет до свидания субтитры субтитры субтитры